Слух говорят о том, что те, кого в эти дни забирают на войну, это пушечное мясо. Именно так. Этих фраз и этих слов уже, кажется, никто не стесняется. На фронте, тем не менее, начинает процветать дедовщина, особенно там, где служат наемники из ЧВК «Вагнер». Бывшие зэки прикрываются новобранцами, как живым щитом. Слова и нравы нового военного времени обсудим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Дмитрий Борисович, мы вот зафиксировали новое такое обращение про это пушечное мясо. Скажите, пожалуйста, как вы полагаете, насколько эти слова, которые пишут сейчас и военкоры, и телеграм-каналы, и призывники в своих письмах к Путину могут донестись до народа и как-то изменить ситуацию? Мы вот все этого ждем, хотим, как-то и всеми вопросами приближаем это, честно говоря. Ну, ведь дело не в том, что называется пушечным мясом. Дело в том, что является пушечным мясом. И, к сожалению, так оно и будет, и по-другому-то и быть не могу. Вопрос в том, действительно, когда и до какого народа дойдет. То, что этих людей будут использовать как затычки мясные, мне кажется совершенно очевидным. Потому что, если бы у современной российской армии было нормальное, адекватное оружие в достаточном количестве и нормальные, грамотные офицеры, чтобы правильно пользоваться этим оружием, то, наверное, они бы по-другому вели военные операции и не так сильно нуждались в этой самой живой силе. С другой стороны, если бы у офицеров были нормальные, грамотные политики, они ни за что бы не погнали армию умирать на территорию суверенного государства, которое выбрало свой путь развития и никаким образом России слушаться не обязано. Но, поскольку у нас все не так, то, значит, политики погнали армию, а армия состоит из таких людей, которые в 21 веке воевать не обучены, как, собственно говоря, и многие другие представители разных профессий живут по-прежнему образцами советской эпохи. И поэтому политики не справились с экономической конкуренцией, с социальной конкуренцией с Западом, военные не справились с технологическим, с конкуренцией на уровне вооружений. Ну и поэтому остается по старинке неумением, а числом собрать побольше мужиков и бросить их на линию фронта в надежде, что это поможет. Но ведь это плохо помогало даже в середине 20 века. Во всяком случае, в результате Великой Отечественной войны российскому народу сломали демографический хребет. Как священник Олег Савченко посчитал, очень корректно, очень спокойно, просто по результатам переписи населения, за 4 военных года 15 миллионов мужчин призывного возраста, которые должны были бы быть в переписи 1959 года живыми, не обнаружились. То есть, если в общем по стране 28-27 миллионов потерь, то среди мужской части 15 миллионов потерь. И, конечно, это будет икаться еще несколько репродуктивных циклов вперед. То же самое Путин делает здесь, но в несколько более скромном масштабе. 300 тысяч собрали. Но современному оружию, если эти люди не защищены, не обучены, у них нет брони там как-нибудь, они не знают, как себя вести во время атаки, то, конечно, это цель для уничтожения. Это просто трава, которую выкашивают кровавой косой. А если, не дай бог, Путин попробует единственный козырь, который у него имеется, это ядерное тактическое оружие использовать, то ответка же придет на поле боя, и ответка будет уже не украинская, а целиком натовская. С учетом, сейчас ведь Россия воюет с НАТО. Да нет, конечно, Россия воюет с Украиной, потому что не летают натовские самолеты, это главная ударная сила. Не используются натовские дальнобойные ракеты, это тоже очень серьезная убойная сила. Не в полной мере используется натовская разведка, не используются натовские корабли, соответственно, натовские батареи. А вот если атомная бомба будет подключена, то все это будет использоваться и обрушиться на головы тех, кого Путин призвал. Так что, как ни кинь, это действительно кушечное мясо. Ужасно отвратительное слово, но войну-то начали наши. Так что приходится слышать отвратительные слова. И слышать это не самое плохое, что с нами будет. Придется еще собирать это мясо по кусочкам для того, чтобы похоронить его в цинковом гробу. Так что вариант, мне кажется, скверный, а будет еще сквернее. Другой вопрос, как люди среагируют в глубине России. Понимаете, тут есть два прямо противоположных способа реакции. Можно сказать, что у меня украли сына и бросили его подыхать ради иллюзорных целей, как справедливо сказала Борисович Пугачева. А можно взять защитный вариант и сказать, что мой сын, мой муж, мой брат, не знаю, как там еще можно назвать, мой друг погиб, защищая светлые идеалы. И те, кто скажут, что он погиб зря, мои враги, потому что они оскорбляют его память. Вот я думаю, что российское общество очень расколется, очевидно, по этой линии. Люди, которые мыслят рационально, они подумают, а ради чего? А люди, которым надо сохранить душевный комфорт, они скажут, он молодец, он герой, он Родину защищал. Я не понимаю, зачем надо защищать Родину на территории чужого государства, которое на тебя нападать не собиралось. Не собиралась торгаться в пределы любезного отечества никакая украинская военная сила. И натовская тоже. И никому это не надо. И вплоть до того, что задачи Украины поставлены однозначно. Вытеснить агрессора за пределы международных признанных территорий. Никто там не собирается завоевывать Воронеж или Ростов. И никому это не надо. Кому нужно контролировать эту территорию, населенную довольно, скажем так, специфическим населением, куда надо вкладывать огромное количество денег, административных ресурсов, всего, чего угодно. Да нет. Важно вот этих ватников вытеснить назад за проволоку, в которой они развивают свою систему ценностей. И пусть там живут, как умеют. Но даже для того, чтобы получить то, с чего Путин начал, ему придется потратить порядка 100 тысяч живых человеческих жизней. Зайти, получить по морде, уйти и иметь отрицательный демографический баланс. Вот, собственно говоря, вся замечательная специальная военная операция, которая была начата 23-24 февраля. Ну и, конечно, хуже всего в этом спектакле та роль, которая называется роль пушечного мяса. Мне остается этих людей только пожалеть. Я даже злорадствовать не могу, потому что кто-то там действительно в это верит, кого-то обманули, а кто-то идет, утирая слезы, понимая, что он не может не пойти, потому что расстреляют, а сзади там заградотряды стоят. В общем, это общероссийская беда. При этом я, понятное дело, что я ничего не говорю про Украину. Украине гораздо хуже. Ну, про это уж так много сказано, что просто повторяться нет сил. Да, Украина разорена, да, Украина измучена, да, Украина подверглась агрессии, но ведь и России тоже совершенно не сладко. Вот меня поражает это. Ради чего? Я всей душой сочувствую госпоже Пугачевой, у нее есть нормальная женская мудрость, которую она так и сказала, ради иллюзорных целей одного товарища, который вдруг решил прославиться. Ну вот мы все это имеем. Это правда. При этом все мобилизованные, вы об этом уже начали говорить, разные люди. Хотя мне вот сейчас видятся две такие ярко выраженные группы. Первая — это люди, которые, по-моему, даже не понимают, что едут на фронт. Для них это как будто бы сборы, как будто бы где-то в лесу надо будет с автоматами пострелять. Вот те самые старые сборы, которые были еще в советское время. Вторая группа — это люди, которые просто идут, смирившись со своей судьбой. Такая выученная беспомощность. Как вам кажется, как эти люди... Возможно, есть еще какие-то группы людей. Это вот только то, что я вижу. Как вам кажется, как эти группы людей поведут, будут вести себя на фронте? Ну, вы знаете как, я вам могу рассказать историю семейную. У меня батюшка попал под Борис Сергеевич Орешкин, под так называемый Тимошенковский призыв. В 1940 году поступил в институт, но был забран в армию и служил год в Забайкальском округе. Их там очень здорово муштровали. И где-то там в июле, в августе их погрузили в составы и повезли с Дальнего Востока, из Забайкалья, из Монголии, по сути, на запад затыкать дыры. И пока они ехали, они ехали долго, больше месяца, потому что железная дорога была перегружена. Они были в вагонах, они же разговаривали с ними, они были уверены, что на фронте сплошное предательство. Потому что они такие крутые, молодые, хорошо подготовленные, искренне любящие родину. Вот они-то уж приедут на эту линию фронта, и они фашистам покажут, они их погонят туда. У них была такая искренняя убежденность. И, соответственно, искренне убежденность, что на передовой там сплошное предательство. Потому что не может же самая мощная в мире советская армия отступать перед какими-то там гиперакциями. И когда их привезли под Ельню, выбросили ночью в поле и послали на врага, то в первую же ночь от них осталась половина. И отец, которому привезло выжить, он за первую ночь кое-чему научился. В частности, он научился, что если ты видишь, как в лесу мелькает огонек, это значит, стреляют в тебя. Значит, пулемет повернулся в свое направление. В это время надо падать. Как только эти огоньки исчезли, значит, куда-то сдвинулось ствол этого пулемета. В это время надо бежать. Вот эта простая военная истина была открыта ему в первый же день. А самая главная истина заключалась в том, что каждый холмик пристрелен, с каждой опушки стреляют. Везде стоит автомат, где-то стоит пушка, а где-то стоит танк. И вот эта чудовищная военная машина перемолола вот этих молодых 19-летних парней, которые были уверены, что они-то уж сейчас с ними разберутся. И стало понятно, что дело не в том, что там предатели, там какие-то еще, а просто гитлеровская военная машина гораздо эффективнее, чем советская. Образца октября-сентября 1941 года. И не зря гитлеровская военная машина дошла за 16 недель до Химок. А за 10 дней, 10 недель взяла в клеще Ленинград. Так вот, ситуация примерно тоже такая же. Люди едут, у них какие-то экзотические представления о том, что сейчас они погонят этих самых хохлов. А встречаются они не с вот этими сказочными хохлами-соселецами, а с отлично выученной, профессиональной, опытной, с хорошей разведкой, с хорошими средствами наведения, с современными вооружениями, мощной армией, которые пользуются, ну скажем так, сити-центрическими системами введения боя и так далее. Просто на порядок лучше подготовлены. И чтобы эти две группы, на самом деле можно и третью группу назвать, условно говоря, к тем, кто ничего не понимает, и тем, кто думает, что игрушка, есть еще и третья группа, которая искренне считает, что они едут родину защищать, патриоты. Так вот, пулеметы же и осколки не разбираются, к какой группе люди это относятся. Их всех будут косить. И вот кто-то из них, кто выживет, прозреет, а кто-то из них, кто выживет, ну не знаю, может быть дезертирует, может в плен сдастся. А тот, кто погибнет, с того и спроса нет. Поэтому, да, конечно, люди разные, но поступят-то с ними одинаково, потому что есть военные преимущества современной наторской западной школы по сравнению с советской, которая сильна всякого рода сказками про то, что мы подняли с колен. Вот и все. Дмитрий Борисович, буквально пару минут остается до отведенного времени на нашу беседу. Очень интересно. Но не могу не задать последний вопрос. Вы вот упомянули три группы. Как вы для себя определяете их пропорции, их соотношения друг с другом? Ну, я думаю, что добрая половина – это те, кто просто подчиняется обстоятельствам. Ну, призывники. Потому что, в общем, убежать не все могут. Для этого нужны деньги, для этого нужна некоторая способность к принятию самостоятельных решений, для этого нужно образование. В общем, не самое последнее. Для этого нужна решительность. А есть люди, у которых нет ни денег, ни решительности, ни образования. Им велели пойти, и они пошли. И более того, им даже старшие товарищи в семье говорят, ну, надо родину защищать. И он идет защищать родину на чужой земле. Я думаю, что таких половина. А оставшаяся половина примерно пополам делится между теми, кто считает себя героями, и будут переживать о когнитивный диссонанс, когда встретятся с реальной подготовленной армией. А ну уж совсем недалекие, они думают, что это вот вроде какой-то действительно там квеста, такого вот приключения, типа компьютерной стрелялки. Война очень быстро всех подровняет, половину скосят, а остальная половина быстро превратится в истерленевшую массу, которая думает о том, как выжить, где выжить, как голову спрятать в окоп. Ну, а нам по телевизору, конечно, будут рассказывать про массовый героизм. Это уж понятно. Для того, чтобы не попасть в окопы, надо рассказывать про массовый героизм. Спасибо большое. Дмитрий Орешкин был с нами, политолог. Спасибо вам за вашу экспертизу. Спасибо. Спасибо вам. Если вам нравятся наши эфиры, если вы считаете важной нашу работу, пожалуйста, поставьте нам лайк, не жалейте. Это мы не просто так клянчим. Просто чем больше лайков, тем больше людей узнают про то, что мы существуем, про то, что мы занимаемся честной журналистикой. И YouTube предложит этот эфир как можно большему количеству людей. Также, если вы впервые на нашем канале смотрите трансляцию, подписывайтесь на Ходорковский лайв, так вы не пропустите самую важную, самую честную, правдивую информацию. И нас, конечно же.